Итак, ребята, давайте начало работы с гид, с гидхаб и с гид. Самые элементарные вещи, которые сразу надо потренировать. Пару слов о проекте, для чего я это пишу и дальше погнали. Заходите на сайт spb-tu.ru на главную страницу, нажимаете self-i. Обучение и участие в реальной разработке, так изучаем язык и разрабатываем сразу. Все прочитаете, ссылка в описании. Пошли по гид. Потому что если человек хочет прийти в школу, то давайте вот эти уроки, чтобы проделали сразу. Итак, смотрите, конечно, желательно установить Linux, будете радоваться. Но у кого пока нет возможности, либо еще готовится, только набираем командная строка для Windows. Если у вас Windows. Я дам ссылку. Сейчас сохраню. Выбирайте свою систему 32 либо 64 и устанавливайте. Просто у вас там появится тогда нормальный слэш, как во всех языках программирования. То есть слэш не обратный, а направо. Также в школе мы работаем с VS Studio Code. Пробуйте здесь. Либо еще один вариант. Ну, VS Studio Code точно установите. Например, github.discope. То есть для винды можно скачать. Поняли, как набрать? Да, я уже не буду эту ссылку давать. Наберете github.apps. И вот такое приложение. Тоже можно работать с него. Начать надо с чего-нибудь, с чего удобно. Там уже углубитесь, все будет нормально. Будем работать уже конкретно через среду. Дальше поехали. Первое действие, которое надо сделать. Вы зарегистрировали аккаунт. Зарегистрировать, думаю, все проблем не будет. Значит, вы вошли. Вот здесь меню. Нас интересуют настройки settings. Далее мы ищем настройку SSH and GPD. Кейтс. Открываем. Вот это я сейчас удалю. Так, нет, я оставлю это другое там, да. Удалю. Вообще. Итак, первое действие. Нам надо создать SSH кейтс. То есть, для того, чтобы по SSH соединению соединяться. Можно, конечно, и через HTTPS. Это проще намного. Ну, как-то это, вы знаете. В общем, посмотрите. Но лучше сделать SSH. Значит, вот смотрите. Первым делом надо взять, вот тут написано, генеративных SSH кейтс. Открываете ссылку и смотрим. Так. Создание нового ключа SSH. Что нам надо сделать? По сути дела, вот он вариант. Вставляем в терминал, который вы скачали. Только на винде надо посмотреть. Или я уже не буду сейчас искать. Давно уже с ней не работал. Где хранится SSH ключи папка. Иными словами, берете, скачиваете. Не скачиваете, а копируете. После этого, после этого открываем командную строку. Без разницы какую. Вы открываете, кто на Windows терминал, который скачали. Я открою командную строку. И просто-напросто вставляем. Сюда вставляем e-mail аккаунта, который, под которым мы зарегили. То есть, e-mail аккаунт, который мы зарегили. Иными словами, это должно выглядеть так. То есть, здесь мы видим, у нас есть кавычки. Кавычки оставляем. А там пишем свой e-mail. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, собака и так далее. Я сейчас напишу просто и добавлю. После этого нажимаем Enter. Все, поняли, да? Я сейчас проделаю просто, чтобы e-mail свой... В принципе, тут секрета никакого нет. А, ну, да, в принципе. Все, сделаю. Нажимаем Enter. Показывает директорию. У вас тоже покажет на любой системе директорию. В Linux это Home, ваша учетная запись и скрытый файл с точкой впереди SSH. И будет... Значит, так как у меня вот эта запись есть... Обратите внимание, у меня эта запись есть, да? То я что делаю? Меня вот этот не устраивает. Я пишу полный путь. На одну цифру больше. 520. И здесь для себя пишу, чтобы... Понимать. Стоп. Здесь для себя пишу, чтобы понимать. bov.under И какой-нибудь ID. Ну, можно писать, можно не писать. Я не проверял, сейчас сказать. Нажимаем Enter. Дальше вводим какую-то пароль, да? Вводите то, что придумаете. И повторяем. Это то, что будет запрашивать для отправки. Далее. Показывает, где создался ключ. И если я открою папку, то у меня уже два ключа. То есть я могу их добавлять. Здесь ключ публичный и ключ скрытый, который будет на компьютере. Все. Отлично. Пока нам терминал не надо. Дальше вам надо просто открыть вот этот файл, обычный текстовым редактором. Либо в командной строке. Сейчас не буду показывать, чтобы не путались. Ни Windows, ни Linux. Потому что можно при помощи команд открыть. Значит, с расширением pub. Открываете, копируете. Его и надо будет вставить вот туда, где наш аккаунт. Сейчас мы его найдем. Его надо будет вставить вот туда, куда мы ходили. Настройки, settings, ssh, and case. То есть здесь, new, ssh, case. Пишите чего-нибудь там. Это вот оно, пример показывает. Так. Sage. И можете написать, допустим, для себя. Если у вас там разные e-mail на устройствах. Там с компа, там с того, с того. Или просто там общий сделать. My ssh. Да. Мой ssh. Выбираем вот это. Да. Первое пока. После этого, когда мы вставили. Добавить внизу нажимаем. И он потребует подтверждения пароля. Вставляем пароль. Все. У нас есть. Наш ключ. Только, ребят, не забудьте, перед этим, перед, забыл сказать, перед созданием ssh, обязательно подтвердить на e-mail аккаунт. Ну, чтобы потом забудете, потом где-то вы не сможете добавить. То есть надо подтвердить. Давайте теперь пойдем дальше. Спасибо. 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 Спасибо.